Наркопреступление Масштабные поставки шли из Кыргызстана в Россию, при ликвидации которых было изъято более 39 килограммов наркотических средств афганского производства каннабисной группы. Также в Казахстане сотрудниками управления совместно с сотрудниками спецслужб соседней страны проведено несколько крупных операций по задержанию и ликвидации устойчивых наркогрупп, распространяющих психотропные вещества на территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и ликвидированы нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, изъято более 30 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Отмечается активная работа управления по линии мониторинга интернет-пространства. Выявлены онлайн-магазины по продаже наркотиков, из которых к 30 магазинам доступ был заблокирован. Сотрудники управления постоянно ведут мониторинг для выявления и установления лиц, сбывающих запрещенные вещества в Даркнет, Випол, Телеграм и других интернет-площадках. В ходе очередного мониторинга в декабре 2021 года в Бишкеке установлен интернет-магазин, где сотрудники управления ликвидировали нарколабораторию по изготовлению и производству наркотиков синтетического характера на сумму 10 миллионов сомов. На сегодняшний день выявлены организаторы и причастные лица интернет-магазинов, распространяющие наркотические средства и психотропные вещества. Зарегистрированы факты по статьям легализации отмывания преступных доходов и контрабанда предметов, подпадающих под спецправила перемещения через границу Кыргызстана. В целях взаимодействия с компетентными государственными органами и органами прокуратуры прорабатывается механизм по блокировке интернет-магазинов, сбывающих наркотические средства на интернет-площадках. В настоящее время проведены встречи с представителями правоохранительных органов и органов прокуратуры по обсуждению и введению нового уголовного законодательства в реалиях современного времени, которое облегчит работу сотрудникам по выявлению наркопреступности. Управлением на постоянной основе проводится работа по повышению квалификации сотрудников и совершенствованию кадрового потенциала. Так, благодаря активной поддержке ГУНК МВД России, Управление ООН по наркотикам и преступностям и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке проводятся курсы по повышению квалификаций по противодействию синтетическим наркотикам, наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов. В настоящее время управлением продолжается работа по пресечению преступлений в интернет-пространстве, выявления и задержания лиц, организовавших производство синтетических видов наркотиков, а также совместные мероприятия с правоохранительными органами других стран по ликвидации международных наркогрупп.